Здравствуйте, я Татьяна Тарасова, и я продолжаю свой видеорепортаж. Я в прошлом видеорепортаже говорила об офисах, о деятельности депутатов, о том, что происходит с офисами, ну, соответственно, с деятельностью главенствующей партии страны «Единая Россия». И я говорю об этом не с осуждением, не с тем, вот посмотрите, какие они. Нет, я говорю с болью за страну. Я хочу, чтобы страна Россия жила по-другому, чтобы здесь было красиво, чтобы здесь был порядок, порядок хотя бы, хотя бы в подъездах, в домах, чтобы цвели цветы. Вы понимаете меня? А сейчас я вам покажу, что происходит с благоустройством в Нагатинском затоне. Еще раз повторю, без осуждения, а с тем, что это надо изменить. Вот и все. По поводу своей клумбы, которая в проекте у нашего подъезда самая красивая клумба, я хочу сказать, я поставлю в известность управу и сделаю вместе с дворником Нурали заборчик. Он будет немного другим, потому что у меня вот этих столбиков немного. То есть я их буду делать пореже друг от друга, чтобы мне хватило на вот огородить, вернее сделать обрамление клумбы. Чем я руководствуюсь, я вам тоже расскажу в этом видеорепортаже. Кто для меня пример. А вот этот вчера расцвел первый цветок, посаженный из семечек. Это махровый ноготок. Вот он всем вам передает привет, и он надеется, этот чудесный ноготок, что и его друзья расцветут, и еще другие цветы расцветут, и всем будет хорошо и красиво. Итак, я начинаю. Еще раз повторю, я не с осуждением. Я с тем, чтобы было красиво, чтобы люди работали на своих местах так, как нужно. Не забывая, что они в первую очередь служат народу и должны делать так, чтобы народу было хорошо. Вот это подъезд. И это первый подъезд. Это тоже подъезд дома на Нагатинской набережной 48-2. Вернее, это не подъезд, это там, где работают дворники. Ну, понятно. Как она называется? Ну, там мусоропровод идет. И, ну, бытовка, наверное, да, бытовка. Честно говоря, я такое вижу впервые. Еще раз говорю, это знаменитый дом, один из парусов Риммы Алдониной. Вот так удивляется всему Мишка с детской площадки. А так удивляется всему Мишка с другой площадки, рядышком. Вот так у нас проходит бордюризация. Или, точнее, не проходит. Вот так маленькими сучками жители ставят вот такие ограждения от кошек, собак. Вот так. И такие ограждения ставят. И такие. Ну, некоторые просто не хотят сажать цветы, потому что, наверное, видят, что все это бесполезно. Все истопчат, и кошки, собаки, и, в общем-то, люди, которые, ну, как бы сказать, в не очень адекватном состоянии. Да, вот такое оформление клумбы, оно единственное, которое здесь есть у жителей. Другого нет. Вот, и то, что вот сделала я, это, конечно, первый такой, ну, как бы сказать, вот первый такой заборчик, вот первое такое оформление клумбы, когда вот это оформление не мешает, а даже и помогает любоваться красотой цветов. Я думаю, что вот такое не помогает. А еще другое есть. Вот в соседнем доме, 54-м, сохранили вот эти, простите, ужасные ограды. Они не защищают от собак и кошек. Они ржавые, они какие-то гнутые там жуть. Но вот люди, вот видите, какие-то подставляют доски, пластик, сетки. Это выглядит ужасно. Самое страшное, что вот этими ржавыми металлическими оградами здесь огорожены детские площадки. Я не то что возмущена, я в шоке, потому что мне очень жалко детей. Я удивляюсь, как это можно было согласовать, как это вообще можно было поставить. Но я сейчас вам покажу другую фотографию. Вот, пожалуйста, вот так оформляют дерево, да, пожалуйста. И только так можно. Ну, вот еще один вариант оформления клумбы. Вот такое состояние газончика. А это любимый предмет ухода. Это метла. Причем она изготовлена совершенно неправильно. И, в общем-то, вот все в этих метлах. Подметают только ими. Но, вы знаете, у меня нет никаких слов. И вот эта метла, которая вообще, я не знаю, исполнена совершенно коряво, еще вдобавок. Но только бабъягу на нее сажать, ей-богу. Вот еще раз показываю мое оформление клумбы. Вот таким вариантом, такого экологического, вот такого, ну, как бы сказать, ну, наверное, приятно на него смотреть. Во всяком случае, всем проходящим было приятно. Вот то, которое у меня снесли, как самозахват. Вот я хочу сказать, что я сегодня ставлю в известность, у меня есть телефон, я ставлю в известность управу, что сегодня и завтра мы с дворником будем делать, ставить спасенный заборчик. Он будет выглядеть по-другому, он будет еще красивее. И только одна просьба. Чтобы жилищник больше не делал вот таких ужасных поступков. Ужасных. Какой самозахват? Но мы не будем разбираться в действиях этой больной женщины. Более того, я смотрю вперед. И вот эти все сучки, которые я показывала, я думаю, что здесь нужно сделать все в такой, как бы, единой программе. Они не должны быть абсолютно одинаковы. Вот эти заборчики, вот это оформление клумбы. Но они должны быть вот именно вот так произведены. Это должны быть деревянные столбики, которые были бы на жгутах. Вот. А где я еще это увидела, я сейчас вам покажу. Вот. Это Крутицкое подворье. Патриаршие. Вот так поступили монахи. Вот так они оградили, чтобы не вытаптывали травку проходящую. Вы посмотрите. Это для людей. Бездомных кошек там нет. Вот чтобы люди не заходили. Вот так поступили. Вот мой заборчик, он... Я не знала об этом заборе. Он в том же контексте. Он такой же. Только почаще, почаще жгуты. Потому что тут, кроме людей, есть еще собаки-кошки. А вот это привело меня в умиление. Вы видите, они даже просверлили отверстия. И чтобы жгуты вот так проходили. Вы знаете, я многое могу делать. Но вот сверлить, вы знаете, я не решусь. Я могу пилить вот эти столбики, спиливать их на острые. Я много чего могу. Я даже сама себе ставлю кондиционер. У меня такой напольный. Вот у меня и купила сама, и привезла сама, поставила сама. И работает прекрасно. Но вот этого сверлить я не могу. Ну, это вот так поступил дворник. Если приглядеться, можно увидеть, что еще вот два таких вот тонких специальных столбика для поддерживания цветов. Вот сгубили три моих настурций уникального вида, уникального сорта питон, которые радовали народ. И это была царица клумбы. Вот это настурция. Вы посмотрите, что делается. Вот увидите, если внимательно присмотритесь. Вот как это все назвать? Кощунства нет. Безобразия нет. Глупость. Я назову это глупостью. И вот еще раз я показываю вот тот сломанный заборчик. Вы видите, да? Вот там несчастные подсолнухи, которые, к сожалению, еле выжили после заморозков. И очень много рассады просто погибло. Больше сотни кустиков. Вот такая жалость. И плюс еще взяли и вот это вот ликвидировали. Мне что, сучки поставить? И я никого ни о чем не прошу. Я говорю о том, что сегодня управа будет знать, что будет поставлен здесь новый, ну, тот, который мне удалось спасти, заборчик. Я ставлю их в известность. Я понимаю, что никто, ни дворник, ни те, кто это производили, ни управа не попросит у меня прощения. Я прекрасно понимаю, что мне не то, что ходить в эту, что там, жилищник. Я не собираюсь ходить в этот жилищник. Я ни о чем не собираюсь просить. Я говорю о том, что вот и жилищник, и управа должны работать для того, чтобы народу жилось лучше. Другой задачи нет. А не выкорчевывать вот этот самый красивый заборчик, сделанный жильцами, с самой красивой клумбы, единственной такой, со стороны Нагатинской набережной Москвы-реки. Вот и все. Я все сказала.